Бля, ну ей-богу, вот, блядь, текила и вот этот вот чёрт, блядь, меня в натуре бесит. Я надеюсь, милосердно переедет. Я тебе не чая, ничего. Я ж тебе нахуй долбоюсь. Привет, друзья, это Егор, в канале Дим Спорт. Сейчас вы увидите, что Олег Майами сказал сразу после вот этого вот удара в сторону Райзена, после того, как он остыл и как они встретились, Олег Майами и Райзен, на улице. Блядь, ты смотри. Только, блядь, не пинай. Во-вторых, мельчайшие подробности этого и других конфликтов в телеграм-канале Дим Спорт. Обязательно подпишитесь, так же, как подписывайтесь на мой канал. Ну и в-третьих, сегодня выйдет ролик Броков, где мы так же всё подробно расскажем. Ну а пока интервью Олега Майами, которое началось со встречи с Райзеном на улице и их первого диалога. Нахуй, блядь, ему лечиться надо, блядь, он руки распускает. Ты, блядь, на камерах, блядь, пиздишься. Чё с тобой не так? Ну и чё? Что? Я никуда не лез в ничего, чувак, никого не трогал. Я старался минимально участвовать в конфликтах, я не лез в них вообще. Я ни разу не вписывался в конфликт, в поиск и кину. Блядь, а ты начал на камеру про меня говорить, нахуй, Майами, нахуй. Конечно же я приехал, ты бы не поступил так же. Блядь, да как будто ты чё, сейчас сумасшедшим. Тебя, да мне на тебе похуй вообще, блядь. Тебя мои слова, блядь, задевают. Ты меня даже не знал до этого. И ты приехал, чтобы мне, блядь, рот не позадал. Ты, блядь, ты, блядь, блядь, у тебя какое-то непонятное представление о мире. Вот смотри, я тебе объясняю, то, что я в тебя вкидывал, то, что я в тебя вкидывал, это вообще никакого веса не имеет, блядь, блядь, обиделся, ну, бля, иди. Ну, понятно, что ты, блядь, ты ж неадекват, блядь. Лев, что происходит? Ну, один не умеет контролировать то, что исходит из его рта, другой не умеет контролировать свои эмоции, когда такое происходит. Ни то, ни другое не красят. Все здесь не происходит. Слушай, ну вы же, вот, когда мы сейчас пришли, вы же сами вкидываете. Вот, допустим, сослан не захотел брать назад про мерзких пидорасов. Как это должно сказываться? Есть же ситуация простая, да, вот обычная. Вот мы играем, да, подходит к нашей скамейке, условно, и сослан, и говорит, вы мерзкий пидорас. Условно, представь, что подходит кто-то к сослану, чем это заканчивается? Ну, на 100% дракой, правильно? Такая фраза. У всех разные, блядь, Иван, у всех разные характеристики. Ну, у вас же тоже, блядь, ты же, как сейчас залетел на стрим? Начал орать, а, блядь, пена, нахуй, изо рта летела. У меня пена изо рта, потому что я полтора часа на велике ехал. Ну, чувак, блядь, ну, у всех разный характер. А знаешь, почему пена летела, я тебе объясню? Я прекрасно. Потому что мы приехали, блядь, у нас сегодня присуха в 5, мы приехали в 4, и на нас гонят хули мы приехали поздно. Так, блядь, у нас в 5, блядь. Нет, у нас изначально даже... Так, а нам-то никто это не сказал? Мы выехали на велике, а мы виноваты, блядь, мы вовремя. Никто, во-первых, не знал, что вам поставили в 5, потому что мы были уверены, что... Так там расписание было? Сразу после стрима мы должны были идти. То есть расписание в 5 было опубликовано? Я не видел какого расписания. Я видел, что мы в 15 минут должны будем начать, и, может быть, из-за этого еще все были заведены, что 2 часа прождали. А в прошлый раз-то зачем ты тоже... Ну, типа, ты зачем приехать? Ну, ты мог его потом просто сказать что-то. В прошлый раз было очень... Ну, было... Дим, не надо. Это надо сразу, блядь, закрывать за просмотр. И мы просто не откладываемся. Один скажет, кто-то скажет. Блядь, нахуя, меня ничего не было. Я, блядь, не могу сделать, что-то тебе точно не надо. Я тебя трогал, Дим? Я тебя трогал? Нет, не трогал. Ты, блядь, адекватно выглядишь на фоне райзенова. Он стоит за твоей спиной и, блядь, начинает там... Понимаешь, его до чего-то. Ты думаешь, я что, блядь, доволен? Пишут, он считает, что он крут, что он приехал. Да нахуя, не ты крут, не хуя, я волновался. Реально, для меня это не свойственно, блядь. Но когда меня оскорбляют... Ну, в принципе, блядь, это же медийная лига. Здесь все... Ну, здесь же все, блядь, приходят. Я, блядь, иди, 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 иди. Ну, Олег, ну, смотри, ну, присуха, блядь, условных на спорте с Тудроц, когда говорят, там, эти брюки засали, там, блядь, эти, там, долбоебы и так далее. Когда тоже нет, ну, с тем же похуй. Дим, скажи, пожалуйста, никто же не подходит к Сослану, не говорит то, после чего может возникнуть драка. И человек, который вкидывает, он понимает, в чью сторону вкидывает. Когда некий вкидывает, там, против текилы и наоборот. Они понимают, что это хайп, это просмотры, это, ну, не должно выливаться в какое-то такое рукоприкладство и физическое противостояние, когда... Ну, просто вы команда чемпионы по вкидыванию и по оскорблению, и получается, что вы же недовольны тем, когда это происходит. Дима, блядь, еще раз говорю, разные люди есть в команде, кто-то вкидывает, кто-то, может быть, этого не хочет. Ну, блядь, что Ладо нравится, блядь, там, вкидывание, я уверен, что он вообще за то, чтобы играть в футбол. Ну, вот мне тоже не нравится, что со Сла, мне два матча подряд меня охуесосят, блядь, я ему ничего не говорю. Он после матча подходит, говорит, я не хотел, ну, сколько можно, блядь, раз, два, три, блядь. Дим, ситуации разные не бывают. Ну, разные, блядь. Разные жизни, судьбы, блядь, и характеры. Понимаешь, у Райза на такой характер, у меня вот такой, я поэтому не вхожу на эту конференцию, потому что, вот, блядь, до чего это доводит. Потому что мне сложно себя держать в руках. Я не обижал никого, блядь, но сфуяли, блядь, меня, нахуй, кто-то может справлять. Вот из течения конференции тоже, это... Так он пришел с тем, что он на меня набросился, Дима. Ну, походу конференции, ты же в этом участвовал, ты тоже вкидывал. Так он у нас, блядь, стоит, нахуй, что мне делать, блядь, молчать сидеть или что? Я ему почему говорил, ебало завали, потому что он в мою сторону, ты кто такой, ты кто такой, ты кто такой, ты кто такой, блядь, зайди в Википедию, нахуй. В общем, какой вывод? Ребята, давайте быть более терпимыми. Ну, блядь, еще подхлопали, блядь, ну, реально, ну, молодцы. Окей, если кидывать и наводить шумиху, это правило игры, давайте учиться это делать разумно, чтобы это не приводило к таким последствиям. Болельщики ваши пишут даже, ну, я вижу комментарии, даже болельщики пишут, что, раз вам, блядь, допиздиться, нахуй, что он хуйню, не все. Ну, блядь, почему не прислушаться к людям, блядь, есть же люди, люди пишут, свои же люди пишут, правда, что чувак, блядь, ну, ёп, я не говорю, же, текила всегда идеален, блядь, не всегда идеален. И есть моменты, где мы там с текилой, возможно, не согласны, блядь. У всех есть такие моменты, блядь. Ну, а ты не жалеешь, что второй раз ударил ногой? Да жалею, ну, я и первый раз жалел, что приехал. А как, блядь, поступить, такой, с моим характером по-другому никак. Я, блядь, ну, конечно, что думаешь, я приехал, блядь, драться, блядь, я наоборот думал, что вы сейчас зайдете. Мое представление было о том, что вы наоборот ворветесь, блядь, что вы уходите сейчас из лиги, что вы с хорошим настроением придете, блядь, не знаю, велосипеды подарите, на которые вы ехали. Я что-то хорошее ждал, чувак, честное слово. Я совершенно не хотел было вот этой хуйни. То есть по жизни вообще у тебя, в принципе, бывало так... А ты же откуда-то издалека, да? С Магадана. А, ну, там, да, там есть что-то кто-то вкидывает, драка. Нет, с Магаданой я родился, вырос я на Уралмаши, в Екатеринбурге, вот там драка, блядь. И часто ты? Ну, постоянно. Ну, блядь, я не такой дрочун, блядь. Я просто много за ним... Дрочун, смешное слово. Я, ну, много занимаюсь в спорте, но я точно не борец, блядь. Но в этой ситуации, когда тебя задевают, не нужно быть борцом, нужно просто, блядь, ну, вся уважать, блядь. Ну, когда ты именно прямо на улице последний раз дрался? В Сочи. Когда? По угоду назад. Нет, даже меньше 4 месяца. Из-за чего? Из-за собаки. А? Из-за собаки. А что было? Я же ее в Сочи нашел. Так. И мы зашли в шаурмечную, в одну. И там фовар, который готовил шаурму, говорит нахуй со своей собакой, выйдите от себя. Ну, я ему говорю, что зачем ты так говоришь? Подходит еще одно быдло и говорит, тебе сказали собаку, бери выучу. Я говорю, пошли, башни, пошли раз на раз побить. Ну, кто победил? Ну, я ему лоб проколол, пробил, а он мне... Проколол, блядь. А он мне ногтем так... А он мне зуб отколол, восьмой. Это на стоматологии учился просто. А, ты? Кидец. Стоило он того? Конечно, когда зуб откололит... Чтобы с поваром, блядь, подраться. Что? А, специально облилили. Ну, видишь, как, блядь, кто-то кофе пролил на твою машину сверху. Специально, что ли? А чем облилили? Ну, это мы на великах ехали, блядь. Все лужи захуячили ему. А как ты думаешь, что с деревьев... Я думал, что просто с деревом. Да нет, с дерева, конечно. Хотя, откуда сейчас дождь? С деревом. Сможешь так всю машину? Не знаю, блядь. Но... Ну, в общем, Лига закончилась так, как и предполагалось. Всем, господа, счастья. Вы красавчики. Мы готовимся. У нас будет совсем другой состав в следующем году. Ладо, пока. Без района? Да. Но, блядь, конечно, когда... Ну, когда, блядь, текила вкидывает, блядь, и называет Шойунова каким-то уебком за то, что он специально, блядь, порвал кресты человека, ну, это такая хуйня. Дим, ошибаюсь, что он такого не... Ну, слова... Нет, а то он говорил в середине. Представляешь, если бы вашему игроку сделали такое, ты бы нахуй разъебал. Да это обычно, я бы не разъебал как раз. Ты бы звонок нахуй дверил. Нет, 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 нет. Дим, моё мнение по поводу Комеса. Комес действительно, мне сам сказал, что, ну, по его ощущениям, очень намеренно. Да, да. Наверное, что, естественно, Шойнов не хотел нанести такую тяжелую травму. Но это мнение Комеса. Я здесь не эксперт, я смотрю на видео. Ну, даже по-повтору, видно, ну, вот он прокидывает, он вот так ставит, блядь, опорная нога. На динамике, на видео, кажется, что, ну, 50 на 50. Где-то игровой момент, кто-то скажет, кто-то скажет, что, ну, да, мог пойти спец. Просто связки не рвутся из-за таких моментов, ну, они не рвутся из-за фолов. На самом деле, ситуация, ну, как это всё в пресс-конференции получилось, на мой взгляд, не очень красиво. Ну, очень печальная, на самом деле, новость, что такое случилось, и просто Комесу хочется пожелать здоровья, а вот так ситуация, которая возникла. Ну, блядь, а когда Текила ваш говорит, что я смеялся, когда Комес травмировался, блядь, нормальная хуйня? Ну, ты смеялся? Куда смеялся? Я подошёл к Комесу, блядь, и проводил его до скамейки до вашей, блядь. Ну, видишь, потому что все запутались уже из-за райзена. Блядь, из-за... У вас господ, которые вкидывают, блядь, x5 по сравнению с тем же райзеном, блядь. В общем, давайте все вместе будем учиться. Лев, тебе учиться не надо, ты и есть такой, блядь. Я и стараюсь делать так, чтобы, если мы вкидывали, то вкидывали умеренно, уместно. А если мы это не умеем делать, вот у нас такие ситуации и будут происходить. Поэтому, не, броу... Поэтому это была моя последняя конференция. Всем спасибо. Олеж, это не конференция, это просто Дима себе снимает. Для личного архива. Так он про конференцию говорит. Ладно, все, господа, давайте. Счастья вам. Больше никого не бей. А то, мало ли, блядь, прилетит тебе какая-нибудь хуйня тоже. Может. Повар, бы тебе тесаком, как ебанул по голове, блядь, и все. Игорь, я забыл. Просто обидно, что комис только что из-за славы. Да. А Дима. Да. Комис только что из-за... А так обычно и бывает. Да. Вот. А что было обидно, что сразу еще получили новые травмы. Да, естественно, обидно. Вот. Только эту хуйню никогда не предугадаешь. Что ж, такое общение с Олегом и со Львом. Ну, а дальше нас ждут комментарии Райзена. Вы их услышите завтра. Те же комментарии сразу после инцидента. Ну, и, конечно, сегодня обязательно смотрим ролик Броуков и подписываемся на мой телеграм-канал, на телеграм-канал Броуков, на канал Броуков, на мой канал. В общем, на все подписывайтесь. Это был Егоров. Пока.